У Кеслеринга эти контакты были. Как бы вы отнеслись к нашему предложению отправиться к Кеслерингу и попросить его капитулировать на Западном фронте, предварительно получив согласие Виттенхофа на одновременную капитуляцию в Италии? Это рискованный шаг. А разве все мы здесь не рискуем? Во всяком случае, ваш контакт с Кеслерингом на Западном фронте мог бы дать ясную конкретную картину, пойдет он на капитуляцию или нет там, на Западе. Судя по тому, что он пошел на это в Италии, можно предположить, что он не изменит своему решению и в Страсбурге. Когда вы сможете посетить его на Западном фронте? Меня вызывает в Берлин Кальтенбрунер, но я отложил поездку, поскольку мы договорились о встрече. Значит, вы можете вылететь в Берлин сразу же по возвращению в Италию? Да. В принципе, это возможно. Но... Я понимаю вас. Вы действительно очень рискуете. Вероятно, значительно больше всех нас. Но в данном случае иного выхода из создавшей ситуации я не вижу. Выход есть. Вы инициатор переговоров, но вы, вероятно, пользуетесь определенной поддержкой в Берлине. Это позволит вам найти повод для визита Кеслеринг. Если, прежде всего, у вас волнует судьба Германии, то в данном случае она в определенной мере находится в ваших руках. Конечно, этот довод не может оставить меня равнодушным. Можно считать, что вы отправитесь с Кеслерингом на Западный фронт? Да. И вам кажется возможным склонить его к капитуляции? Я убежден в этом. Следовательно, Виттенхоф последует его примеру. Я должен вернуться в Италию и постараться... Скажите, а в случае каких-либо колебаний Виттенхофа вы сможете повлиять на события здесь? Да. Естественно, в случае надобности вам необходимо будет встретиться с генералом Виттенхофом здесь или в Италии. Если вам покажется целесообразным, то мы пойдем на такой контакт с Виттенхофом. Когда можно ожидать вашего возвращения от Кеслеринга? Если все будет хорошо, через неделю. И я привезу вам и Виттенхофу точную дату капитуляции войск Рейха на Западе. Штирлиц сказал Кате, что все кончилось. Встретившись с пастором, Штирлиц понял, что он ошибся. Ничего не кончилось. Наоборот, понял он, все еще только начинается. КОНЕЦ ФИЛИЦ 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 В Стокгольм. В Стокгольм. В 102-е ТОРО В Стокгольм? ТОРО В Стокгольм. И в Константинополь? В Константинополь. ТОРО В Стокгольм. Речь идет о заключении за спиной СССР сепаратного перемирия с нацистами. Вольф действует от имени Гиммлера. Материалы высланы по каналу Эльбрус-1. Материалы пришли? Пришли. Слушаю, товарищ генерал. Александр Игорьевич, зайдите ко мне. Есть, Владимир Николаевич. Расшифровкой занимает Сверидова. Я думаю, что минут через двадцать материалы будут расшифрованы. Подключите еще кого-нибудь, ну скажем, Фомичеву. Дело пойдет быстрее. Слушаюсь, товарищ генерал. Решите идти. Пригласите ко мне всех заместителей. И, пожалуйста, начальников первого и второго отделов. Есть. Да. Здравствуйте, Александр Семенович. Нет, Александр Семенович, я думаю, это возможно. Да. Пару дней, через пару дней я буду готов разговаривать с этим вопросом. Думаю, им двух дней хватит. Спасибо. До свидания. Приложение вам передадут. Срочно подготовьте докладную верховному. Хорошо, Владимир Владимирович. Как со связниками? Двое прошли благополучно. Третий. Пока молчит. Нарком иностранных дел пригласил посла Великобритании сэра Арчибальда Кера в Кремль к восьми часам вечера. Он не стал приглашать посла Соединенных Штатов Гарримана, зная, что Кер опытный кадровый разведчик. И вести с ним разговор можно будет без той доли излишней эмоциональности, которую обычно уносил Гарриман. Мне поручено передать ноту советского правительства. Товарищ Павлов, прочитайте, пожалуйста, ноту господину Керу. Может быть, у него возникнут вопросы. Подтверждая получение письма по поводу переговоров в Берне между германским генералом Вольфом и офицерами штаба фельдмаршала Александра, советское правительство заявляет, что в данном деле оно видит не недоразумение, а нечто худшее. Германский генерал Вольф и сопровождающие его лица прибыли в Берн для ведения с представителями англо-американского командования переговоров о капитуляции немецких войск в Северной Италии. Когда советское правительство заявило о необходимости участия в этих переговорах представителей советского военного командования, оно получило в этом отказ. Таким образом, в Берне в течение двух недель за спиной Советского Союза, несущего на себе основную тяжесть войны против Германии, ведутся переговоры между представителями германского военного командования с одной стороны и представителями английского и американского командования с другой. Советское правительство считает это совершенно недопустимым. У меня нет к вам вопросов, господин Молотов. Я немедленно доведу текст этой ноты до сведений правительства и его величества. Субтитры создавал DimaTorzok Могу я передать профессору из Швеции, я запамятовал его имя, несколько книг? Профессор из Швеции? Сведоморг. Кажется так. Он приказал нам всем долго жить. Выскочил из окна третьего этажа и умер. Когда? Позавчера утром. Значит, он вышел такой веселый и не вернулся. Какая неожиданность. Мой друг просил передать ему книги и забрать те, которые были у профессора. А вы позвоните в полицию. Они забрали все его вещи. Если вы докажете, они и вернут ваши книги. Спасибо. Я так и сделаю. Пожалуйста. Будьте любезны. Пожалуйста. Пожалуйста.